Минувшая неделя была отмечена мистической датой 8.08.08. Что особенного произошло в этот день в Челябинске, смотрите далее. В нумерологии цифра 8 это символ материального успеха. Она означает надежность, доведенную до совершенства. Ее основные символы – любовь, совет, закон и соглашение. Не случайно астрологи и нумерологи назвали дату 8.08.2008 идеальной для создания чего-то нового. И действительно, событий и открытий в этот день было более чем достаточно. В Пекине стартовали Олимпийские игры, в Челябинске с внушительным размахом презентовали автомобильный салон. Но действительно, горячим этот день стал для работников ЗАГСа. Как показывает практика, для большинства молодоженов – нумерология как китайская грамота, а заветные восьмерки – лишь красивый штамп в паспорте. Однако спрос на свадьбу в этот день превысил прошлогодний рекорд трех семерок почти вдвое. С необычным визитом в Челябинске был замечен актер и телеведущий Виктор Логинов. За день до мистической даты программа «Бьюти Тайм» встретила актера в аэропорту. Здравствуйте. 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 А этот автобус куда едет? Его экранный герой Гена Букин отнюдь не символ идеального мужчины. Да и его семейная жизнь далека от показательной. Актер приехал поздравить челябинских молодоженов с истинным семейным подарком. Я еще раз хочу вас поздравить, пожелать вашей чести не распадаться и достойных потомков произвести на свет. Спасибо. И чтобы вам не скучно было, так сказать, заниматься темой, как я сказал, лучше всего лишь-то делать, глядя веселое телевидение. Актер не только дал ценные наставления молодым, но и преподал мастер-класс по завязыванию галстуков. Актер без галстука. Не успел завязать. А есть? Есть. Давай завязать. Завязывать галстуки Гена Букин, простите, Виктор Логинов, умеет. Кстати, до того, как актер попробовал себя в роли телеведущего, его воспринимали только как главу букинского семейства. До этого момента всегда это было одно и то же. Гена Букин, привет, Геннока, здорово. И не то, что это как-то раздражает или не нравится, просто внутреннее состояние, оно все-таки, я же не только Гена Букин. Я Виктор Логинов, мне так мама с папой назвали, мне нравится это имя. Виктор Логинов, вы знакомы. Гена Букин – это не просто юмористический персонаж. Он является неким собирательным образом. Он любит пить пиво, засунув правую руку в брюки и смотреть спорт по телевизору. Сам же Виктор Логинов в своей жизни перепробовал не один вид спорта. Среди его увлечений – легкая атлетика, единоборство, шахматы и даже парашютный спорт. Гене Букину такое и не снилось. Спорт ко мне плохо относится, а я замечательно к спорту отношусь. Я стараюсь вести здоровый образ жизни, но с этим безумным ритмом съемок очень легко получается. Но у актера и его героя есть и общие черты. И Виктор, и Гена очень прохладно воспринимают модные веяния. Но если Букин относится к своему внешнему виду со свойственным ему безразличием, то Логинова легко принять за метросексуала. В первую очередь я люблю вещи, которые мне удобны и в которых я сам себе нравлюсь. Я не сильно понимаю какие-то определенные тенденции в моде, не понимаю, с чем это связано. Не сильно разбираюсь в законах моды, но стараюсь выглядеть хорошо. Эти тенденции, они так или иначе в последнее время приходят к шаблонности, потому что мода от кутюра, она не всегда бывает доступна. И все примерно в одинаково потрепанных кроссовках, в одинаковых рубашках с надписями, но больше всего отражают гаджеты. Все, у кого не посмотрел, у всех айфоны. Это наивысшая точка вообще, вот писк, я с айфоном принципиально против этого. Поздравив молодоженов, Виктор Логинов нашел время познакомиться и с городом. И, кстати, нашел подход ко всем бронзовым фигуркам на Кировке. Давай, чистим! Если бы не мистическое сочетание чисел, то, вероятнее всего, этот день ничем не отличался бы от других. А загадочным смыслом и интересными событиями его наполнили сами люди. Пока неизвестно, будут ли успешными все начинания этого дня, но одно мы знаем точно. В следующий раз мистическое влияние трех восьмерок испытают люди только через сто лет.